Так, внимание, добрый вечер. Сегодня у нас уникальный день, 17-12-2023 год. 17 это число начала, если вы знаете современных, великих. 12 это число Бога, 2 это усиление следующего числа, 0 это приключение в новый режим и 23 создатель сам себе. Вот такой вариант я вам привела. Итак, выступает наш руководитель Александр Белов, исследователь. Его тема называется «Махатм Ленин. К столетию со дня смерти бунтаря». Все, спасибо. Спасибо, Олечка. Я выполнил свою беседу, и можете теперь быть спокойным. Дорогие друзья, выключаю свет. На самом деле, конечно, у Русоцкого есть такие стихи настоящие, буйных мало, вот и нету мужиков. Но на самом деле, это чего-то не видно, но не важно. В общем, Владимир Ильич, 100 лет. Вы знаете, что вон лежит в мавзолее. Когда, собственно говоря, Владимир Ильич ушел из жизни, то что получилось? Получилась очень интересная вещь. Ордбюро приняло постановление, а тогда тут он хамоны нашли. И, в принципе, вот царь в гробнице, а почему нам не увековечить вождя мирового пролетариата? Конечно, увековечим. Ну и Ордбюро, и Сталин, и потом ОСК, в принципе, Политбюро, оно приняло такое решение. Мириколевич. Ну, Владимир Ильич лежит. Но дело так же не влежит, в общем, каким он был, таким он и остался. В общем, главное что? Главное ввязаться в драку. Любимое выражение Ленина. Откуда он взял это? Не знаете. Да, с этого разбирая выражения было, в общем-то, Бонапардо. Главное ввязаться в драку, а там видно будет. В общем, это как-то характеризует Ленина, так или иначе, что главное, в общем, пролетарское эволютоство еще. А остальное, как говорится, в общем, все будет правильно. Поэтому, собственно говоря, на чем базируется революционная теория? На том, что трудовая стоимость, труд, прибавочная стоимость и так далее, и так далее. Ленин учился в школе не очень хорошо, вернее, очень хорошо учился, но четверка у него по логике была. Был таким тихим, незаметным, никуда не лез, ни в чего, и вот так охарактеризовали. В общем, прекрасный молодой человек, в общем-то, все хорошо, но логика четыре, а не две. И вот как раз потом что-то произошло, что-то произошло с Владимиром Ильичем, и он там студенческие волнения, все-все, он участник, первый-первый, и в общем пошло. Потом начат кружок освобождения труда, ну и атака, ретроспективно пробегаясь. Ну и, конечно, в принципе, Ленин стал Лениным в работе, что делать. Это работа 1601-го, 1602-го года, в середину, с конца, ну, начало, конца 1901-го, значит, начало 1902-го. Значит, он в этой работе что охарактеризовал? Он охарактеризовал очень интересно. Он сказал, что Марксова теория, это, конечно, хорошо, труд, прибавочная стоимость, да, производительные силы, производственные отношения, но важно понимать момент, вспомним, да, главное ввязаться в драку. Кто будет осуществлять пролетарскую революцию в России? Эта революция была, собственно, пролетарская, как мы знаем, но на самом-то деле, страна-то у нас крестьянская была, а больше 80% крестьян, и только 1,5% рабочих. Пролетариата-то нет, и, в общем-то, расхождение с Плехановым было очень серьезное. А в чем? Оно идеологическое было расхождение. В том, что Ленин, в принципе, говорил, что надо, надо, надо осуществить революцию. А Плеханов ему, вот апрельский тезис, когда он опубликовал, уже в 17-й год апреля, и, в принципе, Плеханов ему как бы уж от воды холодной вылил. В чем? В том, что, в том, что, значит, ну ладно, девочки, не отвлекайтесь. Ну что вы в самом деле? Ну тебя должно быть видно, а так не видно. Оля, можешь помолчать немножко? Ответ. И вообще время идет, все, давай. Ну, перестань. Как ты можешь вообще полковнику указывать, что ему делать? Я с полковником 4-й лет работаю. Ну все, успокойся. Я уже не могу. Значит, успокойся, слушай, вникая. Ты марксизм, ленинизм преподавал или нет? Преподавал. Ну тогда слушай. Я жду от тебя отцепок замечательных. Так вот, ленинизм появился как раз в работе «Что делать?» Он, собственно, обосновал, что рабочий класс сам не имеет классового сознания. Что-то вы думаете. И он, весь рабочий класс, это трудоминеные, да, профсоюзы. Хлебо и масло. Вот их лозунги. Все эти забастовки, все этим кончаются. Если им дашь хлеба и масла, никакой революции не будет вообще. Значит, кто должен делать пролетарскую революцию? А оказывается, освобожденные, революционные интеллигенты. Да. Их надо освободить, то есть их надо субсидировать. Денежки, денежки, товарищи. Вот. И они должны привнести в рабочий класс классовое самосознание. Они должны стать авангардом рабочего класса, который поведут уже пролетариат к, в общем-то, к революции, которая, собственно, должна возникнуть. А вот такая вот идея. И вот возник ленинизм. Это уже не марксизм. Это ленинизм. Ни в каком марксизме не прописано, что надо, так сказать, какую-то революционную социал-демократию, значит, скоординировать. Ну, а дальше больше. 903 год. В Лондоне съезда. РСДРП раскололось. Меньшевики, большевики. Значит, в чем расхождение главное? Ну, я вам политинформацию читаю. В принципе, в Советском Риме я вот так наслушался их, ну, неважно. В общем, у нас 30 лет, последний никто не читал. Значит, меньшевики, большевики. По первому пункту устава они, значит, разошлись. А в чем смысл-то? В чем расхождение? Ленин как бы за партийную демократию. Что вот в голове стоит как бы демократия, но партийная. Это что значит? Что она управляемая партия. Не просто там праздносортающиеся, сегодня ты там СР, завтра там еще кто-то, после завтра ты, значит, уже РСДРП пришел. Нет, таких праздносортающихся нам не надо. Все должно под контролем. Меньшевики за слабую формулировку, что может любой член партии, он может прийти, уйти, там рабочая организация. Ну, что же, надо уже управлять. Мы же создаем революционный авангард, который поведет революции, значит, к восстанию народа. И поэтому тут всякие не нужны. Ну, второе, второе, что сразу бросилось в глаза, это где деньги, Зина? На революцию нужны деньги, чтобы освободить вот этих профессиональных революционеров. Они же должны скрываться от царской охранки, ездить там в Стокгольм, там в Лондон, еще куда-то. Это все деньги-расходы. Откуда деньги-то вообще? В общем, нужны деньги. А где деньги? Тайно был создан внутри РСДРП большевистский центр, куда входил Богданов, Ленин и кто? И забыл кто еще. Ну, какой-то третий Красин входил. И вот эта троица, она тайно ввела вот такую вот деятельность, что надо, значит, нам организовать экспроприация экспроприаторов. Что это значит? Это надо организовать такие банды, ну, условно. Ну, вам три, три было бы. Это жениться на вдомушках большевики, на богатых, а потом приватизировать приданное в пользу революции. Это раз. Второе, печатывание фальшивых ассигнаций российского банка за границей, распространение и обогащение там. Ну, в смысле, не обогащение, а партийную кассу. Это два. А третье, это, конечно, грабеж. Грабеж. И тут, конечно, и Сталин, и на Урале группы эти вот, которые известные были. И в Европе тоже они, в общем, вооруженные всякие ограбления. Ну, больше всех известен Камо. Камо – это, в общем, уголовник. Ну, так, в принципе, вот его оборщили после эволюции. Сталин его заграбовал с группой. И, в общем, это хорошие такие проверенные партийные боевички. И, в общем, он в Тифлисе организовал там экспроприацию. 50 человек убитыми. Вернее, 40 убитыми. В общем, сколько-то раненых. И, в общем, жуткая история. В общем, тем не менее, деньги спас. Но потом эти деньги не пригодились в основном. Потому что очень крупные были купюры. И фактически по всем городам Европы разослали. И большевики, когда приходили с этими деньгами, чтобы их разменять, их арестовали. Арестовали и Камо, который пришел с этими деньгами. И он после инспирировал такую вещь, значит, что он ненормальный вообще на голову. Ему там иголки загоняли и все такое прочее. Ну, в общем, он совершенно трезво рассудок не терял. Но, так сказать, симулировал сумасшедшего. И, в принципе, спас, можно сказать, всю организацию. Потому что Ленин очень перепугался. И через Финский залив махнул наш Финляндий. И чуть не погиб по этому тонкому льду, передвигаясь. И потом, говорят, что это не лучшая идея была. Мы могли его арестовать просто. Ну, вот. Значит, что дальше? Дальше, дальше больше. В общем, сидели они в Европе. После революции 905 года уже у всех уныние такое, что революция уже всю. Но когда жал Луначарский, Горький говорил, что на своем моем иконе никакой революции не увидел вообще. Все они сидят. И Ленин за месяц, за полтора месяца до февральской революции, выступая в Стокгольме перед студентами, говорил, «Вы молоды, вы увидите зарю новой жизни, вы увидите возрождение вот этой великой страны, российскую революцию пролетарскую, но мы, старики, уже, к сожалению, не увидим эту революцию». Прошло всего полтора месяца, и февральская революция нежданно-негаданно вспыхнула, и все, значит, возникло. Это был, конечно, шок. Не только для большевиков, меньшевиков, для СССР, и все прочие, все просто подсуетились. Ну, вот как так получилось? Вот какое стечение обстоятельств? Вот «Черный лебедь» прилетел, как говорят. Вот не было, да и раз никто не ожидал. А вот стечение обстоятельств, 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 и вот, охлобыся, и все. Вот, ну и большевики в флангированном вагоне сюда попали, конечно, там не один флангированный вагон был, а три поезда, ну, еще и из Англии, там, и, в общем, троцкие всякие, не только большевики, и всякие социал-демократы, они стали лучше готовить восстание. Ну, двоевластия, вся власть рабочих, значит, сорвать советов в эту историю, знаете. В общем, у враждя мирового проектората единственная мысль, в общем-то. Когда апрельский тезис он озвучил, в общем, приехал, на броневик встал, Сарателем Нишевиков встречает с оркестром, нагнали солдат, а он, говорит, отвернулся от него, так демонстративно, говорит, долой временное правительство, примерно, долой войну, да здравствует пролетарское восстание, да здравствует, значит, мир народом, земля крестьян, фабрики рабочих. Ну, примерно так, апрельский тезис. И, конечно, в этой связи у всех был шок, у этого Сарателем отвисла челюсть, рабочие-то кричать дало его на штыки какой-то, приехал вообще известный там шпион, в общем, все пошло не по плану, и потом он среди большевиков во дворце Кшесинской, и он тоже, собственно, это все для внутреннего, как бы, даже, в общем, его соратники, и даже Сталин, Каменьев, Зиновьев, они все от него быстренько-быстренько так отвернули, что не-не-не-не, потому что все думали, что революция-то уже свершилась, надо просто советами помогать Временному правительству, но помогать его инициативу, подталкивать рабочую инициативу с него. То есть советы, они должны были не брать на себя власть, по мнению, а, собственно говоря, помогать осуществлять Временному правительству. И, конечно, никто не готов был прекращать войну, вообще, которую вела царское правительство. Ну, вождь мирового правительства, на то и вождь, вообще у него идея очень страстная, вообще человек такой, вот он говорил, говорил, говорил и убеждал, вот у него сила ленинского убеждения, вот не отнять у него. И через две недели вся партия большевиков перековалась. Он их перековал. Там какой-то меньшевик на этом собрании забрел случайно, у нас во дворе Сашисинской, в Питере. И он, в принципе, говорит, как будто цепями, цепями молотили меня по голове. Вот все это одно и то же. Ленин кричал, что вот это, вот все это, вот это, вот это, товарищи, вот это, вот это. И в конце концов вышел одуревший, и все, я уже все сдался, и так далее. То есть вот такая сила убеждения. Ну, конечно, дело кончилось июльским восстанием, которое было разгромлено. Большевиков объявили в розыск Ленина и прочее, в разлип, все такое прочее. Они там с Зиновьевым скрывались шалаши, вот это все прекрасно помните. Знаете, по школе-институтам нам доводили эту информацию. Ну, вот интересная фраза. Знаете, нам организация революционеров на переверенном России. То есть фактически он отошел, конечно, от марксизма. То есть не было вообще тут никаких производственных отношений, никакие, ну, какие могут быть производительные. Плеханов ему говорил, что не смолото еще, в России не хватает капитализма. Мы его не должны не свергать, а дать больше капитализма. Еще не выросла та пшеница, из которой смолото будет мука пролетарской революции. Нет класса, который очистит пролетарскую революцию. А Ленин все свое гнуло, гнуло, гнуло. В общем, вот такая вот история. Июльский... Я так посмотрел, Анатолий Иванович крутится, и я про Ленина такой запредел такой, мистический, в темноте, в подвале. Дайте я покажу Анатолий Иванович, что он крутит. А то публика видит, что шуршит. Анатолий Иванович, полковник, и нас крутит. Нет, это хорошо. Вот, нет, главное, капландемент. Вот, это он на капре, Ленин с Богданов, Борьки и Ленина. Они в шахматы играют. Ну, значит, Богданов, который Маленков, который написал. Малиновский. Малиновский, то есть, да. Который красную звезду написал. Марсиане переливают кровь, построили всякий коммунизм, и вместе с кровью переливают коммунизм. Ну, в общем, классная работа. А потом он проекульт возглавлял в советское время. Вот, ну, ладно. В общем, я так завершать это все. Ну, вот это вот подвиг Комо. Кстати, Сталин его потом быстренько. Вообще, Комо кончилось довольно странно, необычно. Друзорик единственный, может, в Москве, он сбил его едущим на велосипеде. Вот, как так получилось? Но нет, конечно, документов, что это все было инспирировано, но какие-то у историков сомнения, что он, конечно, не был нужен как свидетель уже после побелившей революции. Это ясно. Вот. Ну, и, конечно, в принципе, с этим вторым съездом, опять-таки, Совет солдатских рабочих депутатов тоже, он нелегитимно был создан, понятно. Там ему предшествовал съезд северных территорий, куда Питер включили, он тоже нелегитимно. Меньшевики вообще высказались, их большинство было в ЦИКе первого съезда, они решали создавать или не создавать новый съезд. Они были категорически против. Они разославили всем депеши, что не приезжать. Пусть большевики сами на свой съезд, но мы им не можем запретить, но пусть они собираются. Вот, большевики этим воспользовались, создали второй, в общем-то, юридически нелегитимный, но тем не менее второй съезд, и во время него была счастлива Октябрьская революция. Это вы все знаете. Потом, значит, был очень сложный период в жизни Ленина, когда мировая революция вместе с Троцким, они, в общем, все, социал-демократия, она бредила, ну и даже эсеры, вот, и меньшевики, мировой революции. То есть Россия это хворост для поджига, поджига или как это. Поэтому, когда они стали, Ленин заключил Брестский мир, причем очень так жестко, были очень жесткие дебаты, он впервые остался там в политбюро в меньшинстве, и он пригрозил собственной отставкой, что он уйдет, если они не примут решение. И Троцкий, он согласился, не только Троцкий, но и другие, чтобы ни раскол партии не было, они согласились на это дело. В общем, и поэтому Брестский мир был. И что потом началось, вы знаете хорошо, убийство Мирбаха, Блюнкина, и спровоцировать конфликт, разорвать Брестский мир и мировую революцию опять, ура! Там эсерка вообще, вернее меньшевичка, ну, Каплан, Каплан стрелял, значит, в Ленин, чтобы устранить деятелей революции, и тем самым вот эту мировую революцию, потому что они видели, что они сделают, начинают эту мировую революцию, и понятное дело, что вот это в ответ красные терроры, всякое такое круче. Ну, кто решал? Решал, вот, Политбюро все вопросы. Совнаркон был создан, опять-таки, состоял он в большинстве из большевиков, сначала входили левые эсеры, но потом уже и левых эсеров после мятежа, конечно, оттуда выкинули. И была очень сложная ситуация, когда большевики, они опасались во время этого переворота. Дело в том, что в ИЧК практически все состояло из левых эсеров. Даже личная охрана Ленина, она была из левых эсеров. И вот когда этот революционный начался, то Ленин, там вот по свидетельствам очевидцев, он побелел. Аж не просто побелел, а вообще стал как болотным. Потому что вся охрана, она практически в ИЧК. Ну, Блюнкин пришел в посольство немецкое с корочкой ВЧК, и поэтому его пустили, и все такое прочее. Ну и все, в общем, понятно, пришлось это все, конечно, заменять этих людей быстро-быстро. Этот эсеровский. Ну, они, конечно, не были несорганизованы, у них не было цели, поэтому, в общем, заминка такая произошла в латышеские стрелки. Ну, вообще опасная ситуация была. Ну, вот после этого разошлись пути-дорожки. Значит, мировая революция, ее перестали, как бы она перестала быть актуальной, как я считаю. И, вернее, она как бы Коминтерн, 19-й год, но это уже такое некоторое движение паровоза в том направлении, в котором было намечено, но уже, к сожалению, перманентная революция Троцкого, она... Вот, кстати, Троцкий сидит. Так что, вот такая вот история. Ну, а потом уже началось выдвижение аппарата партийного, Сталин, и Сталин, конечно, отвечал за парт аппарат, ну, и вообще за Оргбюро, за Оргвопросы, и все это пошло-пошло, и Ленин уже опасался, уже больной Ленина опасался, ну, это известное завещание Ленина, что, значит, партийный аппарат, бюрократический, он возьмет власть излишнюю, и он предлагал вводить рабочих, новых рабочих туда, в принципе, в политбюро, с решающим голосом, чтобы... и так далее, но этого ничего, ну, как бы, не помогло. Какие рабочие, все-таки решала горстка людей, надо понимать, что это партийная демократия, на самом деле, решала Ленин, и его обвиняют, что это вот, как бы, ну, меньшевики и другие обвиняли его, что это была фикция, как бы, коллективного принятия решения, никакого коллективного принятия решения не было, а все-таки решала горстка... причем все вопросы практически, государственного строительства, и Совнарком, значит, это аналог Совмина и Верховного Совета, так скажем, и все остальные, все остальные, там, наркомы, все-все-все-все, то есть, фактически, госско-людей, как бы, вот это вот... Ну, возможность построения социализма в отдельном взятии стране, и в основном, революция, перманентная революция, то есть, вот конфликт между этими двумя фигурами возник примерно тот. Я вижу не только личностный конфликт здесь, а идеологический конфликт, потому что у этого была цель, конечно, мировая революция, ну, и Ленин к этому привлекал, почему? Вот Советский Союз, вот будет очередная годовщина, 30-го, да, декабря, Советский Союз же был создан, как, в принципе, Ленин настоял, советские, социалистические республики, да, а Сталин предложил Российский Союз Советских Республик, российских, Ленин категорически против, он считал, что будут примыкать на Западе и на Востоке к Советскому Союзу, и будет мировой Советский Союз. Вот, то есть, была надежда, что все-таки эти революции, так или иначе, ну, еще, конечно, во время Брестского мира, тоже очень любопытно, там была такая пауза, потому что Ленин все время говорил, что надо прекращать империалистическую войну, а, значит, когда они столкнулись, большевики, с реальностью, да, вот просто, как прекратишь, а немецкие войска идут на Питер уже, на Питер, Псков заняли, еще там чего-то, ну, в общем, они идут, поэтому Троцкий выделил лозунг, что ни войны, ни мира, вот такой лозунг, хитрый, протянуть время, и нужен был затянувщик, такой вот, как Ленин выделил с Троцкого, послали перестить эти переговоры, и, конечно, вот эти самые переговоры, они, фигура Троцкого, она сделала дело, то есть, они больше, ну, полтора месяца, даже больше, они затягивали это все, в надежде, что, агитаторы работали, что немецкая революция случится, и австрийская случится, и все, и не надо будет уже, мировая революция пойдет, и уже это будет гражданская война против буржуевых капиталистов, опять-таки не получилось, в общем, ну, и получилось то, что получилось, в общем, такая история, в общем, Ленин, вот, подписывает этот, Фроцкий, переговоры того времени, Брестский мир, понятное дело, что это на крайне невыгодных для Москвы условиях, для союза было сделано, так или иначе, кавалерийская атака, и еще второй момент, конечно, они сразу хотели вводить коммунизм, вводить коммунизм, вот сейчас то, что называется военный коммунизм, это была попытка, ну, она еще называется, кавалерийская атака на капитал, просто ввести коммунизм в Россию, убрать торговые, вообще, вообще эти, ну, как бы, денежные, товарные отношения, значит, деньги убрать, ввести бартер, там крестьяне, то есть, в общем, утилизировать признаки частной собственности, обрестить все там буквально, ну, такие вот разработки были, они разрабатывал это, теоретик партии, ну, вышла даже статья, даже книга, значит, ну, ладно, не будем, ну, тем не менее, не получилось, не получилось, и в 21 году стало уже ясно, и про Дразверска уже все, ну, вот крестьяне, вот, это уже начались бунты, Кронштадт, он стал против, Кронштадт, который всегда был оплотом революции, он стал против большевиков, долой, советы без большевиков, ну, куда это поделиться, пришлось вводить на это почным порядком, то есть, новая экономическая политика, частная собственность, все так и прочее, ну, в общем, Владимир Ильич лежит, лежит до сих пор, вот мы там были, в детском стадии, не, не в детском стадии, когда мы, в школе, все было еще, а вы были? Ну, давно, были? тоже в детском стадии? Он не так лежит, он не так лежит, я уже... Как не так лежит? Он не... оформление другое, меняли, меняли, я приходила к нему в прошлом году, ты ходил? Вот, что называется, истинный преподаватель марксизма-ленинизма, она ходит к нему каждый год, он даже ходил марксизм, не ходил, Ленин говорит, уже есть, потому что он живой, всех живых, не ходи ко мне, Ольга Васюкова, а она все равно говорит, буду ходить, он поднимется, а, кстати, был роман такой, Орис Волоса, да, когда мертвый проснется, когда, знаете, да, этот роман, ой, это вообще класс, 200 лет стал, Саша, а ты помнишь Зиеловский высот, который стоил Сталин, он стоил для того, чтобы их поместили с Лениным, направилось огромное количество энергии, и он получил информацию, ладно, про энергию не надо, вот, ну, хорошо, гост лежит, дискуссия, я к чему, выносить или не выносить, или чай из Мазолея, ну, может, проголосуем, или чего, я уж не знаю, ну, как-то, кто за? Ничего вообще. Вы за, да? Ну, это же Зику Раппу, не писать, мы и не надо. Да, не, не, про энергию не надо. не надо, пожалуйста. вот, Ира за. Так, вот, вот, ты тоже за, да? Я, конечно, Анатолий Иванович за. Так, а Валентина сдержался. ты не знаешь, против? Не выносить. Нет, я считаю, пусть лежит. Если у нас есть разногласия в коллективе, пусть лежит, чтобы не было разногласий. Или он хотел, чтобы его на Волковом гормпище похоронили? Да. Была его против. Нет, тут он же не знал, что из него будут делать культ вождя мирового пролетариата. И Крупская ни разу не была там, она больше была. Ну, там еще другие вещи стали, а Сталин же, это, не что, ленинизм, он же тоже не просто так сделал. В общем, дорогие друзья, ладно, конец фильма, в общем, такая политинформация, сто лет вождю, и, конечно, помните, у Маяковского в 24-м, ну, в 24-й год он наступает, скоро через несколько, даже меньше месяца, вот, и смысл-то какой? Двое комнат, я и Ленин, вон там фотографии на белой стене, он живой, живее всех живых, а тут сто лет со дня смерти, понимаете, как вот, будем праздновать сто лет, или не будем, или он все-таки, будем рождение... Как он скажет. Как он скажет, ну ладно, ну все, ну хорошо, все, давайте, я завершил, извините, что долго? Нет,